Добрый день, друзья! В эти дни мы очередной раз вспоминаем победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. И я как астроном, как ученый хочу напомнить о том, что вклад в эту победу внесли не только войска, не только инженеры, создававшие мощную военную технику, но и ученые, которые сидели в своих кабинетах, но, обдумывая некоторые военные операции, смогли улучшить положение наших войск и войск наших союзников, снизить количество жертв с нашей стороны и привести к победе. Один из этих эпизодов связан с работами астрономов и геофизиков. Я расскажу вам о нем. 1944 год. Наши союзники, армия Соединенных Штатов Америки, Великобритании и присоединившихся к ним, там были и французские войска, и другие европейские страны помогали в этой операции, решили открыть второй фронт на европейском континенте, то есть высадить свой десант на западном побережье Франции. На самом деле союзники в это время воевали и в Африке, и на территории Тихого океана. Война была повсюду, она была мировая. Но открыть второй фронт было необходимо, потому что советские войска уже двигались в сторону Берлина, и немцы оказывали им большое, очень серьезное сопротивление. И, конечно, открытие второго фронта в Европе было долгожданным событием, но постоянно присутствовал страх того, что высадка десанта окажется неудачной и повлечет за собой большие жертвы. Дело в том, что французский берег, можете мне поверить, я бывал на этом побережье, он очень специфический. Там высокий, отвесный, буквально 30-40 метровой высоты берег, и дальше идет довольно мелкое морское побережье, длинная полоса прибоя, к которой не могут подойти десантные суда, особенно во время отлива. Отливы и приливы на территории Западной Франции, они очень высокие. А на высоком берегу континентальном немецко-фашистские войска укрепились очень хорошо. Там были и пушки, и пулеметы, и опытные снайперы. Казалось, что это абсолютно неприступная крепость, что высадка там десанта – это просто самоубийство. Но оказалось, что к этому можно подготовиться и избежать больших жертв, если аккуратно рассчитать моменты приливов и отливов. Это необходимо для того, чтобы десантные суда подошли ближе к берегу, чтобы они преодолели полосу заминированного морского дна, чтобы солдаты не прыгали в воду и не тонули там, а, покидая десантные суда, оказывались уже, ну, хотя бы погрутили по пояс в воде и могли подойти к берегу быстро, чтобы техника, танки и бронетранспортеры, съехав с десантных барж, смогли быстро подойти и в полосу, в мертвую полосу пулеметного и пушечного обстрела попасть, то есть к самому основанию высокого берега. Все это надо было учесть, рассчитывая приливы, яркость Луны, которая в ночное время и в раннее утреннее время освещает побережье, в общем, все эти геофизические условия. Как это было сделать? До Второй мировой войны сохранилось довольно много регулярных регистраций высоты приливов. Специальные мариографы – это такие приборы, которые в портах регистрируют высоту морской воды, они сохранили записи за много десятилетий до начала войны. Основываясь на этих записях, можно было попытаться прогнозировать, какие же приливы и в какие моменты времени будут в часы высадки десанта. Но как прогнозировать? Нужен был компьютер, а тогда не было компьютеров, по крайней мере, современных электронных. И вот, использовали старую математическую технику, так называемый фурье-анализ. Он позволяет сложное колебательное движение разложить на целую серию очень простых синусоидальных, ну, таких вот простых волнообразных движений, синуса и косинуса, все с ними знакомы по школьной геометрии, тригонометрии, разложить в ряд и попробовать прогнозировать дальше, совмещая эти члены фурье-ряда и складывая их влияние. Оно зависит и от Луны, и от движения Земли, и от направления ветра. Прилив — это очень сложное явление, намного сложнее, чем в школьных учебниках физики это объясняют. А где же было взять компьютер для такой работы? Вот ученые соорудили механический компьютер. Вместо современных процессоров и электронной памяти в них были шестеренки, тросики, грузики. Это такой аналоговый компьютер, который просто представлял движением шестеренок, вращением осей, работу разных компонентов приливной волны. И оказалось, что он на несколько месяцев вперед может прогнозировать высоту приливов. Проверили, работает, спрогнозировали, и 6 июня 1944 года, в точном соответствии с расчетами, такой, как нужно, прилив подошел к берегу Франции. Десантные суда, идущие от Великобритании, их было тысячи, подошли вплотную к побережью, высадили десант. Конечно, были потери, но они были бы намного больше, если бы не удалось сделать такие расчеты. Вот вам и абстрактная астрономия и геофизика. Вот вопрос, зачем изучать движение Луны, высоту морских волн, движение Земли. Оказывается, все это может помочь, спасая человеческие жизни и создавая наиболее благоприятные условия для боевых военных операций. В школьных учебниках довольно примитивно рассказывается о приливах, которые в наших океанах и морях возбуждают Луна и Солнце. Влияние Луны более сильное, Солнце не так сильно влияет на высоту океанских приливов, но еще сильнее на это влияет конфигурация побережий и глубина морей. Дело в том, что наши моря и океаны довольно мелкие, если судить о том, какие у них огромные размеры, тысячи и тысячи километров, и сравнительно небольшая глубина, 3-4 километра даже наиболее глубоких частях, а у побережья это совсем сотни метров. Так вот, расчет приливной волны на самом деле очень сложная задача. И в зависимости от того, на какой географической широте, как ориентировано побережье и какие глубины у морского дна вблизи побережья, очень сильно зависит момент прилива и его высота. Ну, например, в учебниках сказано, что на восточных побережьях материков приливы наиболее высокие, ну, потому что волна с востока на запад идет и на восточное побережье материка накатывает. Однако западное побережье Франции, пролив Ла-Манш, казалось бы, совсем не в тех условиях, где можно ожидать высоких приливов, а там они довольно высокие. Вот это узкое устье Ла-Манша, оно усиливает высоту приливной волны и заливаясь туда, вода по инерции поднимается довольно высоко. И на английском, и на французском побережье Ла-Манша приливная волна бывает очень высокая, и, собственно говоря, жизнь людей на побережьях этих стран полностью определяется приливами. Иногда даже автомобильные дороги заливаются приливами в определенные часы, суток, и по ним невозможно проехать. Поэтому расчеты приливов и отливов всегда для ученых этих стран были очень актуальной задачей. Ну, а в военное время втройне актуальной, потому что спасали жизни воинов. Еще раз большое спасибо всем, кто участвовал в этой победе. Я от души поздравляю и воинов, и их детей, и внуков, участвовавших в победе во Второй мировой войне, в нашей отечественной войне. Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы? Когда государство участвует в военных действиях, ученые не могут сидеть сложа руки. И, конечно, они всегда всеми силами стараются помочь своей стране и изобретают новые способы и ведения войны, и защиты своих воинов. Война – это всеобщая задача, и ученые тут не отделены от государства. Но я бы хотел посоветовать и пожелать всем странам поменьше воевать. Желательно вообще не воевать и решать свои конфликты мирными, дипломатическими средствами. И не заставлять ученых придумывать новые средства для убийства людей и новые средства для защиты от этого убийства, а просто исследовать наш мир, делать его более благополучным, и избегать убийства того, что природа создала на пике своего эволюционного развития, разумного существа. Давайте подумаем о том, что мы убиваем людей, единственное разумное существо во Вселенной, какой мы ее сегодня знаем. Давайте сохраним разум во всех отношениях. Давайте жить в мире. Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова